Христос воскрес из мертвых Смертью смерть поправ Исущим во гробах жизнь даровав Христос воскрес из мертвых Смертью смерть поправ Исущим во гробах жизнь даровав Христос воскрес из мертвых Смертью смерть поправ Исущим во гробах жизнь даровав Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Благословен Господь, Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную Благодарю Тебя, Господь, за агнца Твоего, Иисуса Христа, Закланова Это наша Пасха, это наша жизнь, это наше все Иисус Христос, Господь и Спаситель, Целитель и Освободитель Слава Тебе, Господь! Пред именем Иисуса Христа всякое колено склонится небесных, земных и преисподних И всякий язык исповедует, что Иисус Христос во славу Бога Отца! Аминь! Благослови нас сейчас, благослови Господь по богатой своей милости во имя Иисуса Христа Благослови, Господь, и сегодня хлебоприловление, причастие, Евхаристию Благослови, Господь, Боже, пребывай с нами, Господь, как Ты обещался быть с нами во все дни до скончания века И мы собрались во имя Твое, во имя Иисуса Христа И знаем, что Ты посреди нас Благослови, Господь, и Алексея Ивановича, и всех братьев, сестер, и присутствующих, и отсутствующих И кто там подключается онлайн Благослови всех во имя Иисуса Христа Слава Тебе за все, милосердный, благой Отец наш Аминь! Аминь! Вся земля так долго на цей день чекала Коли лиде з неба чистый сильный дождь Коли солнце правды порозгонить хмари Коли пісню счастья заспіває хтось И цей день нарешті до нас увірвався Він приніс нам віру в світлий майпутця Честь своего Сина, всемогутній Батько Нам дарує віки вечного життя Ісусу слава, Ісусу слава Луна є пісня, нас півави днепра Ісусу слава, Ісусу слава Ісусу слава, Ісусу слава Луна є пісня, нас півави днепра Ісусу слава, Ісусу слава Співає віна Україна Люди України, піднімайте руки Прославляйте Сина, Він єдиний Бог Він своєю кров'ю розірвав кайдами Він достоин слави, Ісус Христос Ісусу слава, Ісусу слава Луна є пісня, нас півави днепра Ісусу слава, Ісусу слава Співає віна Україна Ісусу слава, Ісусу слава Луна є пісня, нас півави днепра Ісусу слава, Ісусу слава Співає віна Україна Ісусу слава навіки, навіки Ісусу слава, навіки, навіки Аллилуйя, слава, слава, слава Боже наш, слава тебе, Отец наш Благословений Царь наш Благослови сегодня Київ Благослови сегодня Украину Боже, і всю нашу істрадавшуюся землю Боже, благослови страны, народы Боже, всемогущі племена, языки Благослови, Господь, да святиться Имя Твое Святое Божие И прославляється, величається І здесь, на Днепре, Господь Нацхило на Днепра Харуна є пісня, Ісусу слава Ісусу слава, навіки, навіки Аллилуйя Благословен Господь, Бог наш Царь наш, владыка наш Благодарю Тебя за великий исход За Пасху Твою Который є Христос і Ісус Спаситель наш Амінь, амінь, амінь Аллилуйя Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Аллилуйя Ну, по Христосу ісі Ісусу ісі Аллилуйя І благословляю Всех вас і Алексею Івановичу Благословляю Слава Богу Аллилуйя Слава Богу Вистина воскрес Слава Богу Христос воскрес Слава Богу Аллилуйя Слава Богу Так що Привітаю всіх Браті, сістр Витаю всіх Аллилуйя Аллилуйя І Надеюся, мої теж підключілись Уже Я там не можу прочість Но, надеюся, теж Тоже в сети Вот, прайдемо Ну, пользу случим сразу Если що, вони потім уже в записи посмотрим Ну Значит, привіт передам Строба, да Так що Пока, так, по інтернету общались Все Уже Да Больше двух месяцев Да Почти три месяца Ой-ой-ой Уже долго так Хорошо Конечно Везде хорошо Но Дома лучше А дом там, где жена, дети Там Да Вот И вот журавлёв Вот и летаю Журавленьку Да И Пусть Господь благословит Вот И я уже на этой неделе Тогда даст Бог Вот Как будет там Возможность Уже поеду Машины попутно Вот Прошу ваших молитв Знаете Вот Вот И через Ну, получается Я планирую в России быть сейчас И в Белоруси В России и в Белоруси Так, 50 на 50 времени Вот Даст Бог еще успеет Грузию Тоже в это время Ну, там посмотрим Как по расписанию получится Вот Молитесь тоже За меня хорошо Вот Вот И А в Грузию Если получится приехать То тогда уже там Это отдельно напишу Вот А так Буду стараться писать всегда Вот Следите за новостями Вот Максим Вот Вот На пульсе Руку Держите там Значит И молитесь Хорошо? Я буду всякие там Вот свидетельства Какие-то нужды какие-то Коротенько так писать Вот Вот Как здесь там Нет такой возможности Так вот Свободно так вот Служить Но Но Учимся Всяком Можем Служить Богу И когда нас хвалят И когда ругают И когда Свободы и когда Несвобода Всякая Вот Знаете За все эти Два тысячелетия христианства Она такой путь проделала Что Всякая Вот Она Церковь выстояла Потому что имеет великое обетование Великое основание Это сам Иисус Христос Вот И Он Никуда не денется Никуда не делся Он с нами во все дни До скончания века Он С нами И Он среди нас Вот Поэтому Благодарю Бога Всемогущего Что сегодня вот В этом поколении Вот Бог Избирает нас Для того чтобы Вот быть Частью его царства На этой земле Распространение его царства На этой земле Слава Богу Потому что Каждый покаявшийся грешник Каждый Исцелен и больной Там Освобожденным весом человек Это как будто бы Еще одна хайь земли Отвоеванная Царство тьмы В царство света Перешедшее Вот Великий исход Это как вот тогда При Моисее Великий исход А сейчас при Иисусе Христе Великий исход Совершается Уже два тысячелетия Великий исход Из царства тьмы В царство света И Тогда был Моисей вождем Этого спасения А сейчас Иисус Христос Собирается вождем Этого спасения Вот И мы Празднуем Вот Радуемся Вот Да в общем то для нас Каждый день Есть повод для Праздника и радости Потому что Господь с нами Во все дни До скончания века Слава ему за все Вот И Но вас Благоставляю всех Вот И молюсь Вот И Буду молиться Вот тогда Вот И надеюсь уже Через три месяца Увидеть вас всех в здравии Вот И крепкими И Бодрыми Вот Слава Богу И Тогда Коль Остается совсем немного Вот Надо бы кстати Максим Надо бы нам встретиться На самом деле На эти дни Ладно Завтра Послезавтра Вот Надо встретиться Пообщаться А служение вообще Вот Потому что на твои плечи сейчас Много ляжем Вот Да и вообще Надо уже как служителям Развиваться Вот Слава Богу За Алексея Ивановича Вот Вот И за его восстановление сейчас Вот И физическое Вот Дух бодр Хотя плод не мощна Да Но дух бодрый Я вот по телефону слушаю Волос там Бодрячков Да Христос воскресе Слава Богу Молодец Вот Так что Вот И Знаете Вот Размышляю эти дни Господней жертве Вот Пасхи Господней И И о той древней Пасхе Конечно вспоминаю Вот О Моисее О том великом исходе Вот И Как прообраз Великий прообраз Вот того что Совершается сейчас И то что Совершится дальше Потому что Есть На Пасху Да вот Говоря о Пасхе Мы понимаем что Есть Та древняя Пасха Да Вот Три Моисея Это Три тысячи Триста тридцать селин год исполнился Вот С той пасхи Вот И Следующий год Получается будет Три тысячи триста тридцать второй А через год Три тысячи триста тридцать третий Кстати надо будет отметить Три 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 Четыре тройки Надо как-то отметить Это может даже Таким Не знаю Плакатиком Календариком Все таки Ну это такое Красивое совпадение Да Если по Библии исчислять Годы от исхода Потому что От сотворения мира Это как бы одно исчисление Оно древнее Оно от Адамового времен еще идет Еще до потопа И потом после потопа Как бы отсчитывали эти годы Ну по Библии Это легко проверяется В принципе По родословиям Вот Пять тысяч семьсот семьдесят девятый год с половиной сейчас Вот А Во время исхода Бог попросил Что месяц сей Вот Нынешний этот Несан Называется Или Авиф еще в Библии называется Он Авиф Ну Несан это не еврейское название Авиф это тоже еврейское название Вот Авиф это весна Но там вначале ав стоит Это значит Отец Дающий жизнь Как бы всему Вот Авиф переводится не просто весна А как буйство весны Просто как бы Самый расцвет весны Или как будто бы Кстати вот Я в Израиле никогда не был Вот значит Вот в весеннем Я был только один раз Только в жизни То это было летом Уже было такое Бегло Такое жарище Такое было вообще А вот Те кто в Израиле живут Мне там друзей теперь много Вот по перепискам По крайней мере По общениям Вот На самом деле признают Вот что вот этот месяц Несанда Он самый красивый вообще Самый шикарный Это уже Как бы И весна Но уже как Как почти что лето То есть это такое Самое Самое Апогей Самое буйство Самой весны Потрясающе Все светет Все собирают Уже урожая Собирают уже Вот это да Слава Богу Ну даст Бог Там Как пою в Иерусалиме В следующем году В Аймусе В следующем году В Аймусе Встретимся В следующем году В Аймусе В следующем году В Аймусе Встретимся Так мы часто Бывает на празднике Как раз проп 밤 Дома Вот Вот Но Пасху я здесь, хрустел мацой, но в Библии есть еще такая интересная вещь, помните, когда исход завершался, то вопрос был Моисею от некоторых евреев, неевреев, что вот, а если мы не смогли со всем народом есть Пасху, что делать? Вот, вот, Бог ответил Моисею, и Моисей передал им следующую информацию, что не беда, в следующем году, в следующем месяце, вот, в следующем месяце, давайте, вот, сделайте себе в полнолуние в следующем месяце, ияр, его называйте, ияр, сделаем то же самое, что на Пасху, и будем, значит, так вот, называться Пасахшени, то есть, как бы, повторной Пасхой, как бы еще, вторая Пасха. Вот, так что, рассчитываю следующее полнолуние, получается, вот, Пасахшени вместе с семьей провести, так, все, вместе, похрустим мацой, помолимся, вместе прославим Бога. Вот, и, когда выходили из Египта, то, накануне выхода, Бог сказал, интересно, что месяц сей, да будет у вас начало месяцев года, то есть, отсчет времен еще, не только от сотворения мира, а еще от исхода. И вот от исхода, да, 3331 год прошел. Интересно. Вот, и, но то, что было тогда, это было прообразом, это было великим прообразом, но сам образ, это сам Христос. Понимаете ли, это было прообраз, как бы, да? Это было, как бы, ну, подготовка, что ли, к этому образу, а сам образ во Христе, во Христе. И, и, сейчас, великий исход совершается. И, вот, как тогда, фараон, да, знаете ли, ну, как сказать, ну, Бог сказал, во-первых, да, значит, Моисею, чтобы, вот, вывел он народ. Моисей пришел, вот, и Иисус тоже пришел, так же, вот, да, вот, пришел с таким великим поручением. Вот, и сказал, значит, Моисей, что отпусти мы народ, там, как в этой пасхальной песне-то поется, let's my people go, отпусти мы народ. Мне так нравится она очень. Вот, мы ее дома тоже пели на английском. А на русском пробовали, а вот не получается, как-то вот, ну, не так рифмуется, не так как-то, ну, может, надо как-то по-другому еще, не буквально перевод, а такое смысловое сделать, просто перевод надо будет. Какая-то песня духовная вообще. Она вообще, да, она именно об исходе, об исходе Пасхи, да. Мне как-то пришла эта песня, я думаю, а я же не знала, думаю, что это она мне пришла, эта песня, да. Она просто... Фараон, да, там, значит, ну, она очень интересная. Да, ну, просто напевала, ходила, да, она была часто звучала. Let's my people go, let's my people go, там, let's my people go, там, там, ну, там, надо нервы, черный, вот у них голоса такие, сильнейшие голоса, конечно. Да, такая хорошая песня. Да, хорошая. И, кстати, сам Армстон читал, он много разных песен пел, вообще интересный человек был такой, но вот эту песню он читал самым своим, ну, во-первых, и гимном, и как бы, и хитом, да, и самой любимой своей песне он читал. Вот, даже, там, значит, у нас обычно просто в советское время это все, да, ассоциировалось обычно по фильмам, там, значит, или по этим, всяким, этим, как бы, программам советским, когда включают эту песню, то всегда гангстеров показывали, каких-то, значит, там, этих, ну, хулиганов, обычно, гангстеров чикагских, там, мафий показывали. Вот, поэтому, что ассоциация такая, просто в то время это было, ну, популярной песней, вот, ее все слушали, ну, понятно, и гангстеров в том числе. Тем более, что у них было свое, как бы, как сказать, объяснение, видение, да, потому что фараонами они называют еще, полицейских называли фараон, поэтому, как бы, они, как бы, скажи фараон. А там еще, у Армстронга, там, у него в одном куплете говорится фараон, а в другом фараонс, то есть, значит, в одном куплете говорится к фараону, отпусти мой народ, а второе к фараонам. И вот поэтому, наверное, может, гангстера не говорила, к фараонам, отпусти мой народ, вот, но, на самом деле, там, Армстронг, он, как бы, вот, пел, почему? К фараонам, потому что Бог сейчас обращается к фараонам современным, ко всем мироправителям тьмы века сего, отпусти мой народ, ко разным родам фараонам, то есть, к разным родам обстоятельствам, там, по тексту песни имеется в виду, и что Египет поражен, что там, ну, нескольких куплетов, я пробовал их петь на русском языке, но не получается, вот, говорю, вот, каждый раз, вот, не знаю, рассыпается все, вот. Вот, есть, кстати, параклут украинский, можно попробовать на украинском, кстати, на украинском, там, интересный вариант, вот, украинском, но я там могу ошибиться, там нужно, чтобы кто-то знал хорошую мову, не помню, можно, дарение неправильно поставлю, ну, ладно. Короче, но сама песня хорошая именно в том, что, действительно, отпусти мой народ, божий призыв, вот, а фараон послушался, поначалу-то нет, поначалу-то нет, он, он противился, кто такой Господь, говорит, вообще, да кто он такой, чтобы не указывать, вообще, он, он сам себя Богом считал, вообще, ни много, ни мало, да и его подданные, вообще, это, Египет, на еврейском, это Мицраим, 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 это, ну, как сказать, ну, плохое место, они, условно, как бы, тесное, плохое место, вот, значит, темное, плохое, тесное место, вот, значит, вот, в лифте застрял, допустим, да, значит, темно, значит, висишь между этажами, вот, Мицраим, вот, представь, вот, значит, вот, Мицраим, значит, а вообще, значит, они, наоборот, египтяне считали себя как раз передовой державой, сверхдержавой и называли царством света себя, представляете? Царством света, царством солнца, царством света, а в глазах Бога это было царство тьмы, вот, поди разберись, да, люди одно говорят, а Бог по-другому говорит, люди считают так, а Бог считает совершенно иначе вообще, он считал фараон евреев ничто, хуже грязи, никто они и зовут их никак, а Бог называл, это мои дети, пусть они в рабстве, пусть они сейчас, да, униженные, оскорбленные, они, значит, вообще, значит, как бы, об них ноги вытирают, вот, но это мой народ, вот это да, понимаете, вот, люди одно говорят, да, ну, пусть говорят, это, как бы, это их право, вот, на мнение свое имеют все, но у Бога есть свое мнение, вот, и у Бога есть призыв, отпусти мой народ, отпусти, let my people go, вот, и, знаете, вот этот призыв, он, по сути, сейчас звучит, к фараонам, тогда к одному фараону, сейчас на самом деле к фараонам звучит, вот, и вот эта песня, которую мы пели вначале, да, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробах, или всем мертвецам жизнь даровав, то есть, по сути, что, Бог, как бы, приказывает мертвецам, выходите, гробам приказывает, освободите мертвецов, пусть мертвецы выйдут на свободу теперь, оживут мертвецы сии, слава Богу, вот так вот, и тогда был Моисей посланником Всевышнего, Всевышнего, он был в роли Христа, в роли помазанника, в роли, ну, как бы, прообраз Христа, прообраз Машиаха, Спасителя, вот, ну, а сам Христос, он, ну, он герой, он уже два тысячелетия в этой роли, ибо един Бог написан, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, вот так вот, и Моисей, да, он ультиматум сказал, вот, значит, но фараон не послушался, и он ожесточал фараон свое сердце, а потом написано интересно, что Бог ожесточил его сердце, и его подданных тоже, интересно, были казни, были, вообще, это образ такой, что когда, даже если, вот, ты раб, да, значит, и ты упал, и ты, значит, вот, находишься под властью дьявола, да, если ты соглашаешься с Божьим планом спасения, с тем, что Бог, Он, Господь, твой Бог, да, и соглашаешься с тем планом спасения божественным, то тогда Господь, ну, скажу, ну, не знаю, небо и землю потрясет вообще, вот, Он все совершит вообще, и тогда ничего невозможного нет, тогда царство тьмы просто Он все сокрушит, вот, как и сокрушает, в общем-то, ну, и исход каждого из нас, это свидетельство каждого из нас, ну, кто-то быстрее исход совершает свой, кто-то медленнее, кто-то сразу прям так вот, значит, соглашается, кто-то не соглашается, вот, всякое бывает тоже, вот, и тогда, вот, 3331 год назад не все евреи, вот, знаете, вот так вот, согласились, да, мы идем, далеко не все евреи, вот я рассказывал, да, уже, что есть предание это еврейское, что, ну, оно теперь уже не предание, теперь уже исторический факт, потому что археологи подтвердили, даже сами этого не понимая, подтвердили истинность этого предания, нашли следы, вот, археологи, нашли следы огромного еврейского присутствия, большие города, еврейские поселения, рабов, вот, датированные, датированные временем, как раз поколения, даже два поколения, уже после исхода, то есть, получается, значит, они подтвердили, что далеко не все евреи вышли, а в еврейском предании, там, с тех самых времен, еще не запамятных, тянущиеся до нас, вот, там, значит, говорится, что треть народа, треть, одна третья часть отпала неверием в то время, огромное количество народа, представляете, огромное количество, если мужчин призывного возраста вышло, там, 600 тысяч человек, ну, представьте, значит, да, сотни тысяч людей, мужчины, женщины остались там, в Египте, не поверили в Моисею, почему, ну, там были разные причины, в общем-то, свои определенные причины, суеверия, там, порой, и все, ладно, но те, кто согласился, они вышли, но в том же предании говорится, что за место отпадших неверием, этих природных ветвей, Бог привил верою с разных народов, проживавших там в Египте, множество разных людей, и в Библии косвенно об этом есть подтверждение, что написано, иноплеменники были, с разных народов были, в числе вышедших из Египта, вместе с Израилем вышли многие иноплеменники, вот, поэтому, как бы, это, ну, так косвенно подтверждает, то, что это предание говорит, потому что, вот, треть, получается, отпала, и вот треть, за место нее, за место падших природных ветвей, ветви новые привили, дикие привились, вот, как в Новом Завете произошло, то же самое, 2000 лет назад, пришел к своим, не приняли, тем, которые приняли, дал власть битвенчанами божьими, которые родились уже новым рождением от Бога, ну, а за место тех, кто отвалился неверием, да, отпал, Бог привил верою, тогда же, в первом же поколении, множество с разных народов, в Римской империи проживал, кто как не проживал, там проживали разные народы, даже китайцы проживали, вот, там, кого только не было, из Индии были, Иран, Ирак нынешний, с Кавказа там, ну, все проживали, от Ирана, Ирака и до Великобритании, от Скандинавии, там, чуть ли не, и до, там, этих африканских, этих провинций, то есть, огромная территория, вот, и историки говорят однозначно, ну, в принципе, Новый Завет тоже частично об этом говорит как раз, что по всей Римской империи тогдашнее христианство уже распространилось, в первом же поколении, благодаря римским дорогам, благодаря этим сообщениям, потому что до римских дорог как бы не было такой возможности, так у людей путешествовать хорошо, а это люди уже за милую душу путешествовали, распространялась благая весть. Даже неверующие историки признают, что благодаря Риму, благодаря римским технологиям, этим дорогам, сообщениям, христианство имело возможность распространиться в первом поколении по всей территории, даже за пределы империи вышло. Так что римки не строили дороги, вот, даже сами этого не понимая, они думали, что строят такой, ну, это был глобальный мир такой римский, они так и говорили, римский мир, они говорили, что все дороги ведут в Рим, они говорили, что да, это железной стопой или рукой там они говорили, там, весь мир, вся Айкумена, вся обитаемая нормальная, вменяемая цивилизованная вселенная находится под властью Рима. А за пределами Айкумена они считали дикари, варвары, как бы, и вообще, вот, негодяи, вот, а значит, как бы, которых надо только лишь, можно некоторых, кого оккультурить, тех оккультурить, вот, те, кого нет, просто завоевать и все, значит, и, значит, сделать рабами. Вот такой был Рим. Но они не понимали, что строят дороги, оказывается, для христианства, для Христа, для проповеди Евангелия, для миссии. Вот. Так что, такой был этап, первый этап был глобализации огромный, вот, который Бог использовал для своей славы. Вот. То же самое, как было в этом, ну, вот, в 18-19 веке, британская империя, самая огромная на планете за всю историю человечества. Самая огромная империя была и по территории своей занимаемой, и по времени, ну, своего, как бы, существования. Это британская империя. Вот. Они говорили, британцы, что солнце никогда не заходит на землю ее величества. Вот. По всей земле, в каждом часовом поясе были земли ее величества, территории, колонии, все, люди. Английский язык поэтому стал первым языком на планете. Да, да, по всей земле. Но, 18-19 век как раз это время массовой евангелизации. Благодаря тому, что распространилась империя, да, язык английский, библии на английском печатались, миссионеры распространялись по всей земле, по всем народам, странам, континентам, и вот и началась такая глобальная мировая евангелизация. А теперь вот третий этап глобализации, да, уже современный мир уже. Интернет, технологии, все. Вот. Казалось бы, значит, да, значит, неверующие это в своем мысли, как бы, достижением, да, а для нас это еще один способ завоевания этого мира, привести слово Господне, слово Божье. Получается, ну, людям доброе все на здоровье, знаете, вот. Вот, значит, неверующим все на пользу. Любящим Господа, призван по его измолениям, все содействует к благу вообще. Вот. Ну, а неверующему, может, хоть римская дорога, хоть британская империя, хоть интернет, все не на пользу. Знаете. Вот. Поэтому пусть Господь благословит сегодня в этом великом исходе современном, через Иисуса Христа совершаемого. А еще, друзья, еще есть тема такая, грядущего исхода. Тема грядущего исхода. Потому что, с одной стороны, исход древний, потом исход современный, вот сейчасшний, продолжающийся два тысячелетия. Но в Библии, так вот, очень осторожно, так вот, по чуть-чуть, но указывается еще пророчески на последний исход. Вот смотрели или нет, вот, мюзикл Алексея Ледяева, исход называется, нет? Посмотрите обязательно. Максим, это домашнее задание будет. Пусть будет, да. Значит, Алексей Ледяев, мюзикл. Там мюзиклов много разных у него там. Мне очень нравятся старые, честно говоря, даже больше, чем-то нравятся старые. Вот те древние мюзиклы его, ну, древние как-то, ну, старые. Да, в Риге, Рига. Новое поколение церковь, Рижская. Вот, и я был у них там один раз, только в Риге. Вот, в этом году, я не знаю, получится ли, но вообще намереваюсь быть осенью там. Господь усмотри все. Вот, потому что там у них будет юбилей, ну, праздник. Как? Ну, день рождения, короче. Они отмечают это таким концертом, служением. Хотя, конечно, хотелось бы перед праздником быть. На праздник там, конечно, там хорошо, но одним словом, свои плюсы, свои минусы есть. И на праздник, и в будни. Ну, ладно. Вот, значит, и... А Рига, я у них один раз только был в Риге. Мне очень понравилось. Это Рига. Родной город моего отца покойного. Вот, Рига. Он у меня рижанин был, значит, И вот, и всегда Ригу вспоминал, вот, и, хотя бы там пока детство провел, вот, и юность, вот, но вспоминал часто Ригу. Вот, когда я был там, значит, то по описаниям его и бабушки я нашел там, примерно где там жили как раз они. Вот, так что интересно, в Старой Вике как раз красивый очень город. И вот, значит, у Алексея Лидяева исход мюзикл есть. Есть исход, есть там у него мюзиклы, вот, там, значит, потрясающие. Особенно разорванная завеса «Красно-Пасху», вот эта вот тема такая потрясающая. Там песня есть, вот эта его, очень мне нравится она. «Сын мой, я долго так ждал зимы и весны, как это, я годыщен?» Не помню, нет. Там, опять, я забываю стихи эти. Очень хорошие стихи там у него. Там есть слова такие. «Я не хочу», как Бог поет, как бы, вот, обращается. «Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я, Ава, отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех произвел, неприступнейший вал». Там потрясающие эти песни, эти вот, как раз именно вот... А вы слышали эту песню, вот, не слышали, тоже из мюзикла «Идяева» «Небеса». Да, вот как раз хочу вспомнить. Вот это исход. Да, такая, я слушаю и все время плачу. Вот, 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 это потрясающе. «Небеса манят и ждут». Да, это как раз песни из мюзикла «Исход». Это из исхода, да, оттуда. Это вообще такое переживание. А знаете, как я первая узнала об этой песне? Когда-то еще только появилась «Радио Эммануил», и я решила позвонить и заказать для вас песню. Так, да вы что? Именно для вас. Для меня? Да, я позвонила, и я хотела вот это, я колэнь, про «Недоботокев». А они что-то мне говорят, да, вот мы другую песню, потому что это мы что-то не нашли. Вот, и я как-то так даже думаю, вот, я же хотела эту, они мне другую. А они как включили эту песню, я и поплыла. Это точно при меня. Я так запомнила, а не могла никак найти. Вот он в интернете, вот это я нашла и каждый раз. Вот, кстати, если у кого есть возможность, я все время как слушаю, так и плачу. Сильная очень. Да, слава богу, да. Очень сильная. Такое сильное, это из исхода. Из исхода, да, мюзиклый исход. Просто, настолько наполненная сила. Помазанная такая песня, да. Да, да, очень сильная. Вы знаете, у Олли Тяева там, в этом мюзикле, чем хорош мюзикл, с одной стороны, там переплетение. С одной стороны, говорится, там как бы показано, вот, вот тот исход Моисея, там, значит, там рабы на свободу выбегают, там, значит, клетки такие. Ну, очень театрализованно красиво поставлено, на первых. Очень зрелищно. Вот, и то, что там и шафар звучит, и народ выбегает, значит, там, значит. Потом, говорится о современном исходе, как бы, да, показывается, как люди, там, шприцы бросают, там, значит, там, блуд, там, все, значит, там, убийство, все. И выходит, как бы, на свободу современные грешники. Очень красиво показано тоже. И, а в конце, вот, как раз, все вот эти актеры, да, выходят на сцену, на колени становятся, и вот, потом, да, они так вот поднимают руки. И такая подсветка, как раз, прям, как вот, невестная такая. Очень, вот, они в этот свет вложили, там, кучу денег, вообще. В Риге мало у кого есть, даже вот таких профессионалов, вот такой хороший свет до сих пор. Вот, значит, и не то миллион долларов, что ли. Короче, огромную сумму собрали. По тем временам, вообще-то, самый лучший свет был у них, там. Даже у них, они потом, ну, отбили деньги все, потому что они, там, сдавали в аренду этот свет потом всяким этим фирмам, большим таким, концертам, которые проводили такие. Но эффект был потрясающий. Прямо, вот, прям, как будто небеса такие, и они в небеса, прям, как будто, уходят. И, и, вот, и песня эта поется. Небеса, манят и ждут меня. Небеса, с каждым днём родней и ближе. Небеса, сарева нового дня. Я, господа, глядущего вижу. Обязательный музей, вы посмотрите. Просто он настолько сильно снят, профессионально, классно. И я с удовольствием его каждый, ну, перед Пасхой обычно, как раз, включаю, пересматриваю. Бывает, и не раз. Вот, и то, и всем, ну, дома мы всем семейством смотрели эти мюзиклы. Я эти мюзиклы, они... Посмотрите, не пожалеете, потому что там и другие песни, они очень хорошие. И сама постановка очень хорошая, очень-очень хорошая, да, вот, сильная тема. Да, кстати, Алексей Манович, да. Да, да, включённый. Обязательно, да. Я думаю, он уже понял уже. Понимит. Думаю, он уже смотрит и на ус мотает. Да, это очень. Вот, слава богу. Так что... Вот, и о последнем исходе в Библии говорится, знаете, вот, чуть-чуть, пророчески, что говорится, как о том, знаете, как вот, о такой тайне, которая должна произойти. Что при гласе архангела, при трубе Божией Господь сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. То есть, свершится что-то невероятное. Во Христе умершие воскреснут. Это они предварят, получается. А потом мы, оставшиеся в пришествии Господне, восхищены будем на облаках, в средине Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть, это описание, оно невероятное. Знаете, вот, есть проповедник американский, Джон Хагги, из Техаса, баптистский пастор. Он очень хороший учитель. И он как раз вот эту тему разжёвывает. Очень подробно рассказывает. И по его книгам сняли ещё фильмы старые, как они называются, забыл я. Ну, тоже связано с восхищением, короче, с восхищением на небеса. Вспомню, скажу, ладно. Вот ещё. Ну, вообще, Джон Хагги, или Хагги, или Хагги пишут обычно по-русски, да. Вот, слава Богу. Так что, о Веником Исходе мы знаем кое-что. Вот. И о прошлом. Конечно, о прошлом, но, конечно, мы больше знаем. О современном, ну, мы в этом живём, как бы, да. Но о грядущем мы так чуть-чуть, немного знаем совсем. Ну, доживём, увидим. Доживём, узнаем, да. Ну, в принципе, в каждом поколении уже два тысячелетия люди ожидают этого. Поэтому, значит, но ныне к нам это ближе, конечно, можно так сказать. Вот, слава Богу. Так что, любые браты и сестры. Вот. А причастие, Евхаристия, которое совершается, это, по сути, вот нам, как мы говорим там из Писания, да, смерть Господню возвещаем, доколе Он придёт. То есть, до Его возвращения мы это совершаем как таинство. Вот. А почему возвещаем смерть? Возвещать это, значит, провозглашать, проповедовать, значит, там, всему миру мы проповедуем смерть Господню. Почему? Потому что через смерть Христа пришла жизнь к людям. Через смерть Христа, вот, знаете, вот, как вот, допустим, вот, позавчера, да, была годовщина Чернобыльской, да, трагедия, как раз, для Киева, очень актуальна, кстати, тема тоже, да, вот, вообще для Украины, для всего постсоветского пространства, да. Вот, и я там читал, ну, я и раньше читал, но в этот раз как-то так, особенно так вот, как-то переживал. Помните, там, я забыл имена от себя, у меня на странице, там, я опубликовал их тоже. Значит, три этих специалиста, инженера, да, советских, они как смертники были, добровольцы. Пошли на смерть, они знали, что, они специалисты, атомщики, они понимали, что идут на смерть, нужно было прям в тот реактор, прям в пекло идти, короче. А почему? Потому что это уже было тогда, когда уже начали ликвидировать последствия, да, значит, и вдруг ахнули. Оказалось, что самое страшное, что впереди, потому что туда вода заливается, и, короче, если это рванула бы штука, то всю Европу накрыла бы, значит, и мало не показалось бы, значит, и вообще, и, ну, миллион людей просто погибли бы, представляете, значит. И когда поняли, вот и все, а что делать? Вот, значит, единственного варианта тогда, значит, потому что, значит, ну, больше других вариантов у нас не было. Вот, вот, японцы, допустим, потом просчитывали, что они могли бы без жертв сделать это. Вот, у них уже тогда даже, в конце 80-х были такие, как бы, ну, робота-не робота, но такая техника, которая позволяла бы туда пробраться. Но, опять-таки, не факт, что тот робот, теми манипуляциями тогдашними, возможно, было бы это сделать. Не факт, в общем дело. То есть, нет гарантии 100%. Вот, но люди эти решились, они понимали, что идут на смерть. Вот, и эти трое ребят, молодые, молодые, они пошли туда, в этот ад. И понимали, что каждая минута, это смерть, вот, и чем, ну, приближалось все. Но они там вычерпывали, пробовали что-то еще, и, наконец-таки, под конец только нашли они. Вот, как бы, там, какой-то переключатель, короче, в воду перекрыли. Кран, да, это, да. И все. И вот спасли от взрыва, который был бы намного страшнее вообще, и это была бы бомба такая ужасная. И представляете, вот, значит, и там фотографии, ну, такие хорошие лица, такие добрые лица, вот такие, значит, ну, хорошие, молодые люди. И думаешь, вот, молодцы, да, вот они пожертвовали собой, они уже вышли, как смертники, все, чтобы там понимали, что их облучили, так что. Вот. И у меня один из дядей моих, он служил на подводной лодке, вернулся облученным тоже, значит, там, значит, да, ну, как бы, хотя Бог дал ему жизнь, я не знаю, вот, ну, Бог сохранил его, и вот. Вот, долго прожил, все другие, кто служили с ним, они поумирали быстро, а вот как-то Бог его помиловал как-то, вот, атеист, коммунист, такой был убежденнейший, для воли. Он убивал, кстати, или нет? Кстати, он трезвенник, в общем, он вообще трезвенник, кстати. Обычно говорят алкоголь. Вот, кстати, да, да, говорят, да, но видите, не факт, что, потому что дядя Коня, нет, я даже, не раньше, не сейчас даже, он прожил, он сейчас, он дожил, ему сейчас уже почти, почти 90, за 80 уже, вот, хотя, все его, кто с ним служили, давным-давно уже, десятилетия назад все померли уже, представляете, вот. Не, он так же на огородике работает, ставит, выходит, там, я у него был, да, года три назад, наверное, дядя Коня, в Чуваксарах, когда ставил, вот, жив еще был, вот, и рабочий, выходит на огородик, работает, там, молодец. Ну, тоже, весь облачетный, тоже, и, но самое интересное, когда, вот он, чему я у дяди Коня научился тогда, вот, что он, знаете, вот, как вот, неисправимый оптимист, вообще, настолько, он неверующий человек, да, но настолько он, вот, вот, по-своему верующий, это, это просто не передать, вообще, вот, просто, вот, реально неисправимый оптимист. Вот, если в жизни видел, вот, дядя Коня, это один из таких, вот, неисправимый оптимист, вообще, удивительно, вот, он, кстати, рассказывал интересную вещь тоже, но, как бы, так вот, осторожно, вот, как бы, значит, что, вроде, как бы, даже во времени был у него, как бы, там, какой-то бросок, вот, как бы, ну, то есть, сверх, он пережил что-то сверхъестественное, по крайней мере, с чему, что он даже не мог, как офицера, даже объяснить не мог, как специалист, не мог это объяснить вообще. Вот, кстати, дядя Коля покаялся, слава богу, вот, я когда был в Чувасарах, проповедовал, еще лет пять или шесть назад уже, проповедовал, и он вышел, я пригласил всех родственников, приглашал, вот, приходили одни, другие, значит, и вот, значит, и дядя Коля вышел первым, прям, сразу, на покаяние, так интересно, я как-то так, даже не смотрел в его сторону, знаете, чтобы не было, как, манипуляции, какой-то там, да и, честно говоря, я как-то, ну, не знаю, и верил, и не верил, что он покаяется вообще, думаю, наверное, он в последнем списке, наверное, покаяется, а он первый вообще покаялся, представляете, первый вышел, и притом так, ну, так вот, я уже понимал, что если он вышел, значит, вышел точно, вот, молодец, Библию читает, было не последний раз читает Библию, да, перед, перед огородом, после огорода все время открывают, читают, молюсь, так, слава богу. Вот, к чему говорю, что страна помнит героев своих, да, значит, и многие народы помнят своих героев, вот, которые что-то сделали такое, что, значит, ну, как бы спасло, да, там, значит, там, там, швейцарцы, там, вспоминаю, там, своего, там, герой, там, забыл, как его звали, там, который, значит, там, Арнольд его взаимодействует, почти что там стоит, ну, имя такое же его, тезка его, значит, который, значит, там, бросился на копья, значит, врагов, чтобы, значит, принять на себя удар, и чтобы они могли бы, ну, как бы, его однополчане броситься в атаку, да. Можно я, как бы, в черновской теме, просто скажу свидетельство? Да. Просто я смотрела по интернету, пока вот это будет для всех, в общем, будет интересно, потому что, значит, парня брали в армию, значит, ну, вот, именно он должен был попасть в черновы, там, вот, и родители были верующие, и они молили Бога, чтобы его не взяли, чтобы это, и уже нельзя было, ну, как бы, нельзя было никак, но были верующие именно такие, как мы, вот, и, говорит, они стали молиться, уже, когда ничего нельзя было делать, они молились, и мать, говорит, сильно молилась, и ей пришло от Бога, говорит, так, что отпускайте его, и не плачете, пусть он только молится, там, на языках, молится все время, и будет он здоров, и он вот сколько там был, он молился на языках, и у него не было ничего, у всех было, показывало, он вместе ходил там, где они вот это убирали, все, а у него ничего не было, и он пришел, и никакой радиации, ничего у него. Это кто рассказывал? Это я по интернету смотрела. А, интернете. Это именно, рассказал человек, который прошел это. Я, значит, слышал свидетельство лично, просто, значит, у пастора Генри Мадаба, значит, на служении, перенога церкви, вот, значит, они еще собирались там на весной, как раз, в спорткомплексе, вот, вот, я был у них на служении, там, несколько раз тогда, я один раз там у них проповедовал, а другой раз, я просто приходил, мне интересно было послушать вообще Генри, вот, и, и там выходил один офицер военный, вот, он как раз выходил с листком, значит, и там, значит, документа, документ, и там даже там камера, ну, что, делали для всех, публично, чтобы все посмотрели, вот, листок интересный, свидетельство, он был ликвидатором, вот, значит, дело было когда, ну, в начале 2000-х я у них был там на служении, вот, он был один живой из целой команды, вот этих офицеров, может быть, это и он, я не знаю, может быть, ну, не, не он, потому что он был не солдатом, он не срочной службы, а офицером был, а я не знаю, это я так просто говорю, может быть, он офицер, я не знаю, вот, значит, и он, значит, молился, молился на языках, да, и потом рассказывал такой момент, что он понял что-то чудо, еще там, еще находясь, потому что их там замеряли, проверяли, анализы всякие брали постоянно, каждый день там, значит, и перед тем, как они заходили, как выходили, их проверяли, с Академии наук украинской медицинской, вот, значит, и, значит, и думали аномалика какая-то, или что-то еще там, значит, короче, у него фона не было такого радиоактивного, вот, значит, там, и думали что-то, что-то такое непонятное, стали расспрашивать его о его там рационе питания, там, наследственных всяких, там, заболеваниях, там, ну, и стали искать, как бы, объяснение в чем-то, вот, ничто не нашли, короче, ничего не нашли, абсолютно, то есть, обычный рацион питания, дополнительно ничего он не ел, то, что все ели, чем питались, и он тоже питался, вот, значит, никаких, там, болезней не было, там, специальных, каких-то, там, особенных, то есть, вообще, без аномалий, нормально, обычный, обычный, каждый день, обычный человек, и уже, значит, уже потом уже, он говорит, что, там, один из профессоров, просто лично, говорит, ну, не для протокола, а вот лично, вот, как вы объясняете, вот, мне, это лично мне интересно, я, вот, я, вот, я ему, короче, все рассказал, ну, нет, там все молились, в принципе, там, они все коммунисты были, атеисты, но, там, куда они в смерть заходили, там, там, каждый по-своему, как-то молился, потому, что там, ну, вообще, жуть, невозможно, там, вот, как, вот, Ефтушенко писал, вот, что верующие родители, и, ему сказали, что на языках надо... И вот, как Ефтушенко писал, что в окопах атеистов нет, там, вот, все, ягод, рыбок, вот так да бога, но, вот, он рассказал свой секрет, маленький такой, о котором он не говорил даже, вот, ребятам, с кем они были, офицеры, рассказал, что, вот, я, вот, еще имею, вот, это, я молюсь, ну, понятно, я знаю, все молитесь, я знаю, все молитесь, но я молюсь не просто молюсь, а я, вот, вот, молюсь на их языках, вот, и немного ему рассказал, ну, этот профессор потом сказал, что это, в принципе, единственное, что я могу, как-то могу объяснить для себя, по крайней мере, могу объяснить. А документ, который он показывал, удивительный, в чем он удивительный, что его все друзья-товарищи уже, все уже померли, вот, а он, значит, после очередных этих, вот, как сказать, проверок всех, да, документ принес, что он полностью абсолютно здоров, абсолютно. Никакого даже намека нет на, вот, радиоактивное облучение, вообще, в его жизни, хотя он был там, в самом пекле, представляете? Вот, и, значит, его как раз рассказывал, он пьедами еще выходил, потом, с микрофоном тоже, вот, что это, вот, ну, для меня тоже, вот, и для всех нас очень хорошее. Ой, спасибо тебе, Господь, спасибо. Есть, конечно, всякое в христианстве, но есть вот эта реальность, сила Божья, чудотворное, через кровь Христа, да, и когда мы, вот, молимся на иных языках, когда мы углубляемся в Бога, погружаемся в Него. Вот, помните, я как-то привалил пример, как-то, у нас, про этого японца, как раз Хиросима Нагасаки, там, фильм снимали, об этих выживших, и там, значит, показывали одного дедушку японского, значит, который, значит, лечился, да, везде лечился, в Америке лечился, его там, штаты, потом, всех этих инвалидов, выживших, они всех там лечили бесплатно, все, и он тоже лечился, но уникальность у дедушки в том, что он тогда еще молодым человеком, значит, выжил, благодаря толще воды, огромному слою воды, хотя был неподалеку от этого центра, где взорвалась бомба, представляете, один из уникальных случаев, и рассказывали, а потом медики комментировали его вот это вот свидетельство, вот, значит, с пацанами, с другими, да, молодые ребята, значит, они, значит, как раз там вода, и они прыгали в воду, и у них, как бы, кто будет, ну, как бы, чемпионом, победителем, там, соревнований таких своих, ну, чисто для себя, кто больше под водой может задержаться, вот, вот, и со дна должен был достать что-то, со дна, как, вот, удостоверение, вот, значит, и побыть там под водой, вот, дольше всех, а он уже был, там, таким, признанным, там, у них уже, как бы, уже пловцом, таким чемпионом, ныряльщиком, вот, и представляете, момент, как раз так совпало, вообще, удивительно, он нырнул глубоко в воду, да, задержался там максимально, и только собирался всплывать, и вода вокруг него стала кипеть, короче, он, когда выскочил из воды, как ошпаренный, потому что был весь в этих ожогах, то есть, вода кипела, буквально, он, как бы, он, потом с него кожа слезла, ему делают, по-моему, кучу операций всяких, и плюс еще, он, когда стал, значит, представьте, шок какой-то для молодого человека, да, нырнул в воду, значит, да, обварился, выскочил, как ошпаренный, и плюс еще, представляете, значит, друзья, которые были возле него, там, одни только одни тени остались, вообще ничего не осталось, одни тени, то есть, это был такой сильный момент удара, там, подальше, там были трупы, а вот те, кто были там возле него, одни тени остались, одни только, все, и он, и земля вся, вот, ну, дымилась, вот, ну, как бы, ну, как бы, по углям, и он шел, здесь обварился еще, и плюс еще, вот, значит, у него там все сгорело, значит, на ногах, его, когда нашли, думали, он не выживет, а парень выжил, парень выжил, значит, там куча операций всяких делали, ему, значит, там тоже рассказывали, интересно, ему там, ну, ему вся кожа, как он выжил, один, только бог знает, одним словом, вот, бог спас, да, но потом врачи комментировали, вот, уникальный случай его спасения, а там даже, вон, старый человек уже, значит, ну, показывали, ну, видно, что лицо у него, там, так вот, да, и сделано, как бы, из разных, там, этих, вот, таких кожи, ну, фрагментов кожи, вот, ну, следы уродства на лице, как бы, были, но очень интересный его рассказ такой, и вот, врачи говорят, что спасло его именно вот от толщи воды, вот, вот, определенный толщи воды был под водой, и поэтому момент удара, как раз, этой бомбы, да, значит, взрыва, и, поэтому его не спалило, это, вода нагрелась, там, временно, до кипения, значит, да, но он был сохранен сам, выжил, вообще, чудесно, вот, и, а я слушал, значит, потом, а потом у меня такая мысль потом уже была, знаете, вот, интересно, вот, мы, когда погружаемся в Господа, да, как в океан такой, в толщу его, и чем глубже, тем сильнее наше спасение, тем сильнее, можно, конечно, барахтаться где-то там на поверхности, да, никто не спрещает, да, это тоже хорошо, конечно, на безрыниях, это и рах рыба, да, значит, лучше, чем ничего, но лучше погружаться вглубь него, погружаться прямо туда, в него, в самый центр, тогда уже никакие бомбы там, если даже взрываются прямо вот рядом, оно не страшно тебе, вот, а пример для меня, а другой пример для меня был, когда вот я в Крыму был еще, вот, ну, еще до войны, еще до всей этой, вот, у Миксона Вожилова, пастор Миксона Вожилова в Балаклаве, значит, и он меня возил там, показывал мне ставить их, мне снимали там эти, проектеатры там, фильм там, значит, советский еще тот, еще старый еще, вот, и Человек-амфибии, кажется, вот, и там, значит, и у меня, в пример, вот, другой такой возник, думаю, стоп, вот, тоже было лет 15 назад еще, первый раз у него там, ну, короче, давно уже, и, ну, что интересно, он, кстати, у Миксона уже, теперь живет уже, после оккупации он сразу выехал в Америку и так и остался в Америке, теперь живет в Штатах Жития, там сейчас пастор стоит, вот, значит, и очень хороший певец, он поет кантри-музыку, мы с ним, кстати, нашли общий язык вначале по кантри-музыке, вот, и, значит, и, что интересно, что, вот, размышлял, вот, когда тот парень, да, вот, в том фантастическом фильме, в книге фантастической, да, значит, когда, значит, ему сделали операцию, да, он, как обычный человек, раньше не мог дышать под водой, да, но после операции он уже мог дышать вот там, под водой, и, наоборот, уже вне воды он уже задыхался, прежняя его атмосфера, в которой он жил нормально, она была, стала для него убийственной, а то, что ему казалось вчера убийством, для него стало жизнью, и вот, говорю, как раз, там у них тоже проповедовала была клави, говорю, и в Севастополе, говорю, смотрите, братья, смотрите, это вот похоже на то, что, когда мы приходим к Богу, да, у нас как будто совершается вообще такая трансформация вообще удивительная всего нашего естества, вот, как будто бы какая-то операция, вот, в прежней жизни мы уже не можем дышать уже, задыхаемся, даже если пробуем выйти, допустим, да, из Бога, значит, и вне Бога, просто задыхаешься сразу, все, это не твое, это смертельно, вот, ты в воду погружаешься, и, наоборот, то, что оказалось вчера, теперь еще непонятно, и, ну, это другая стихия совершенно, для земного человека, да, морская стихия, это другая совсем, другой мир совсем, вот, поэтому я так не специалист, но знал, который вот любит, там, нырять, там, дайвингом, там, да, ну, и фильмы смотрел, конечно, эти, очень любил по Discovery, там, и всяким этим другим каналам, интересно, подводный мир, это другой...